короткий пересказ значит во первых что месяц шват это месяц маша рабы ну то есть он родился умер что вторе есть несколько мест где главы посвящены не евреям и тропе лам то есть как бы отношение к не еврейской мудрости вот что тора изначально писалось на 70 языках скрижали по крайней мере вот это значит что для 70 народов то есть тора адресована на всему человечеству невозможно на сегодняшний день убрать вклад не евреев в тору там издание там издается с торгу он келос который прошел gear разметка по главам и и по пасукам мы пользуемся значит а и и своей не еврейской дальше по отношению евреев и не евреев рав сказал любопытную вещь значит из акидата цхак учиться следующее вот это вот останьте здесь сидеть с ослом шула хампо и махамор значит то есть получается что не евреи сопровождали до потом остались сидеть а потом мы к вам вернемся значит то что вера которую несут евреи человечество как бы не евреи не всю дорогу из историческую сопровождают евреев но в последний момент как бы все присоединятся потом опять присоединятся как авраам с исхаком спускаются с горы к двоим значит бы фируш сказал что глава и трудно учит нашей функции перед народами вот еще повторил свою идею которую рав уже много лет то говорит про скрижали что форма скрижали с округлым верхом фактически это не еврейская то есть из талмуда известно что скрижали были прямоугольными табличками а изображение с округлым верхом полукруглыми это изображение как сделал это микеланджело эпоха ренессанса вот и и вот это вот изображение скрижали с округлым верхом она разошлось по всему миру и по всем синагогам мира в основном изображают скрижали с округлым верхом когда таров говорил еще что в этом есть еще дополнительный смысл что вот эти вот два полукруга сверху они могут быть как бы отдельно снятые соединены в круг то есть символ цельности что это как бы одна жаль но в данном случае рав приводил это в пример тому что насколько 10 заповеди являются как бы принадлежат всему человечеству и насколько тесная связь между евреями не напомнил что исход согласно мидрашу и согласно комментариям исход не за наши заслуги для того чтобы рассказывать народам славе всевышнего под конец говорил про велинского гаона который как известно просил чтобы мы переводили на лошона кодыш книги по математике физике по наукам вот которые он изучил вот даже написал там учебник математики и велинский гаон исходил из того что мудрецы должны изучать науки и и у него есть образ минары ствол которой это как бы это тора 7 видов 7 ветвей которые отходят от ствола 7 ветвей минары это 7 видов наук которые исходят из тора и соответственно что сейчас передаю слово и соответственно что все народы мира пропитаются уважением к торе через эти 7 ветвей мудрости что которые мы покажем выходящими из тора это рав не сегодня говорил но он повторял много раз все арон пожалуйста микрофон микрофон окна свою копейку этот я учился чуть-чуть у раба шмолета толедана был большой каббалист он написал 10 книг по кабале признанных всеми великими рамами современными как он рассказал как он не сделать шубу он возрасте 27 лет он был профессором математики в сарбоне он сам из денисуэла по моему вот и он услышал что гаон из вильна стал учебник по математике как известно сиди в туалете чтобы не думать о торе в туалете вот и и в плане шамашот да не стал ему стало интересно что много написать в 18 веке таким образом не участвовать и так далее и он достал эту книгу и когда он ее прочел он захотел читать еще что написал виленский голом он стал читать другие книги он понял что надо соблюдать да он взял стал читать шелха шелха норох или что-то в этом роде и он стал все соблюдать и он увидел что надо жениться он стремительно женился и с тех пор он плакал на уроках неоднократно первые 27 лет жизни он потратил впустую на математику дедали можно спросить меня вопрос давно интересует не сохранилась записей виленского гаона с математикой есть книга это которую можно достать который читал раф обязательно пришлите в нашу группу по имейлу если можно название чтобы она сохранилась если вы увидите хорошо наверно знает о какой книге говорю я забыл спасибо спасибо арон включите микрофон вот я включил микрофон теперь можно говорить конечно книга учеников виленского гаона в которой они нет самого гаона в которой они более-менее обобщили вот научные то есть введение синапсис скажем так гаона по поводу науки еще я просто дополню еще раз только секунду название книги я дополняю образ миноры я я еще еще комментарий тоже кого-то из может быть колятор я не помню к я не помню к сожалению там говорится о том что приводится образ служанки и госпожи и служанок которым она дает работу и за шетхайль да известный с напения ну вот собственно госпожа это торы естественно а служанки это науки и слава госпожи не полна если служанки по ее указанию не не работает но естественно какая же это госпожа если служанки каждая делает что она хочет вот все это все я прошу прощения только дополнил то что хотел сказать или если или знать еще 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 какие-то книги учеников гаона то наверное наверное есть еще по поводу связи с наукой то есть в идее тора должна давать науки специалисты по междисциплинарным решение междисциплинарных проблем скажем так говоря современным обычным языком ну во первых это в колятор не цензуированном версии был этот образ миноры вот и и рав когда-то лет 20 назад принес вот и издание был горд тем что его все-таки опубликовали без без цензуры вот потому что в предыдущих изданиях этого образа не было он сильно не укладывался в парадигму определенных слоев общества что как же так чего вдруг религиозному человеку надо учить науки вот это очень странно потому что насколько я знаю количество литовских мудрецов они учили светские науки чтобы когда станет нужно когда вообще не не будет хватать денег поддерживать их получать ну парносу из других источников ну как раф и цик зильдер учил математику например да то есть как бы откуда откуда вообще взялась идея что ты на раввина раввин сам мудрец тору учить математику да то есть как бы это именно эта идея как бы она в своем развитии получила да не все могли стать казенными раввинами или ну а во времена раввинсика уже не было никаких казенных раввинов как хазаныш да то есть кому-то приходилось работать зарабатывать своим трудом и не всегда еврея была такая экономическая жизнь что они могли обеспечивать своих мудрецов насколько я понимаю просто экономически еще такое пожелать достаточно логично нять и не обременять общину который так несет на себя тяжесть а у меня вопрос а я потом реплику дам если можно на это две темы прежде всего очень хотелось бы вследствие того что сейчас обсуждалось если есть где-то последователи вот этих учебник виленского гаона он не сохранился может какие-то остатки последствия этого учебника где-то хоть можно проследить это очень серьезно было бы сегодня даже для преподавания математики над этим задуматься это одна сторона если у кого-то есть просто я призы призываю вообще все о чем мы говорим ссылки вот в эту нашу имейловскую рассылку или в группу на подсаде а другая тема я имел счастье вчера разговора с рамом йоэль мне пришла в голову такая мысль что современная академия вот я арана уже успел рассказать она она стала народом академия это университет ученые исследователи они народ они друг с другом связаны намного более тесно чем со своими этносами у них своя иерархия у них свои лидеры это можно сказать даже в каком-то смысле современная империя которая в общем то как мы видим во многих проявлениях пытается править миром это как империя греков македонского эпосы или римская империя и а в конце дней как мы знаем должно произойти так что после разные там борьбы народы мира должны прийти к тому что они должны благословить израиль и мы даже уже сегодня видим начало этого процесса да вот там я не знаю с одной стороны россия украина с другой стороны может арабские страны и так далее и вопрос центральный а может если у нас такая надежда что академический народ империя благословит израиль и раф шварц он задумался и сказал ну а что что мы можем делать вообще чтобы это приблизить он как говорится ну я как бы дал начало но он эту мысль очень поддержали гряда это это как нации сегодня и он сказал такую мысль должен появиться новый рамбом если появится масштаб если еврейский народ даст лидерство такое масштабное науки то и именно связанные с религиозным началом да уже рамбом это эти два мира соединял то горит может быть тогда этот мозг ну вот такая короткая реплика если ограничено есть еще что-то добавить рамхай пытался соединить два мира да твоем кружке которым учились студенты университета и мудрецы молодые мудрецы торы как бы вот старался насколько я понимаю если брать эту идею первую то есть собственно почему он выламывался немножко из дискурса общего тогдашнего к сожалению может быть таким человеком был в какой-то степени рабай сакс потому что он и близок и буквально ко всем направлениям иудаизма ортодоциального конечно и и кассидизм и с другой стороны он и доктор по философии и доктор по экономике и он в своих произведениях и книгах которые они полностью направлены на раскрытие именно иудаизма и религиозного идея иудаизма он прямо внутри всех наук когда он обсуждает он говорит буквально все науки он говорит на языке говорил на языке который был близок академическим нерелигиозным людям да абсолютно да он как бы купается в этой среде и он он рассказывал его история что он писал докторат по философии и его он был среди полностью нерелигиозных людей он был единственный религиозный и он рассказывает как с этими нерелигиозными и неевреями как много он находил полезного именно для религии именно для иудаизма движение удивительно еще и от движения в другую сторону о том если у нас надежда что академический народ будет словить израиль движение в другую сторону а читают ли академические люди нерелигиозные что-то из рава саксом и если влияние то что да он же был он же был у него есть титул лор он был главным раввином каменвелл англии и не только читали все его королева хорошо знала его все премьер-министры англии хорошо знали и дискутировали с ним он рассказывает одну из историй когда они летели самолете он летел вместе с премьер-министром мне кажется блеером и он говорит как бы нечего было делать но я стал как обычно взял талмуд и стал учить очередную порцию талмуда и тогда блеер подсел ко мне и попросил и он у него после этого было много много бесед с блеером по поводу талмуда и я не помню уже какую именно он там рассказывает что именно он учил и какие как он обсуждал это и так далее и во многих случаях блеер советовался с ним именно и ища пробовал найти совет мудреца Тора а не философов ну я понял это все хорошо но и Раф Сакс и Рафштайн Зальц наверное стоит упомянуть Рафари Каплан это все таки они хорошо смотрят друг друга они да но они сейчас а мы сейчас имеем то что имеем и для того о чем говорит Михаэль у нас нету насколько я понимаю иного выхода ну да карнавальные ночи вы вы вырастим баба-ягу да то есть вырастить Рамхаля или Рамбама то есть твоими силами да баба-ягу мы вырастим силами коллектива да я извиняюсь попробую тоже пять копеек вставить значит во-первых Воложинская Ешива то есть детище ученика Виленского Гаона и соответственно несколько поколений это Ешива вообще была центром такой творческой лабораторией всего то есть наук искусства кабалы сионизма мусара то есть вот все вварилось в Воложинской Ешиве вот значит ассоциировать это с современными особенно с израильскими литваками тяжело потому что в эрыц Исраэль и литваки и хасиды подпали под влияние харидимного движения вот а харидимное движение стоит на противоположной позиции того что позиции того что Тора в Торе есть все и нам эти гойские штучки не нужны вот я бы даже сказал в гемаре есть все да 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 совершенно верно не нужно учить тонах не нужно учить да тонах никто не учит это правда у меня и можно еще секунду значит по поводу вырастить нового рамбама я думаю сложновато вот но если брать идею раввакука взаимоотношений евреев и народов то он разделяет на три периода на период Танаха период Галута и период возвращения в РЦС Райд так вот период Галута воспринимается как индивидуальный вклад в как бы развитие человечества и приближение к идеалам Торы а возвращение в РЦС Райд это национальный вклад возвращение к национальному вкладу то есть нам не надо как бы ждать нового рамбама вот а как бы много мелких слившись в один коллективный еврейское духовно интеллектуально научное дадут это влияние на человечество это да только пока сейчас не видно института то есть не видно мерказара условно говоря да то есть который бы мог бы быть такой воложинской ешивы современности если я правильно понял вашу идею нам нужна новая воложинская ешива который был бы ну такой центр духовный который бы объединялся более что сейчас не обязательно всем собираться в одно место есть технические возможности которые позволяют людям но пока просто не видно такого центра кристаллизации не факт что должен быть центр это может быть как идея поля может быть может быть может быть но пока это вот мы 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 движемся и как всегда я говорю меня не очень расстраивает наоборот часто радует что кто-то углубляется полностью в глубины талгуда а кто-то в науке и кто-то пытается соединять и то и другое все три образа они важны как в университете важны и отдельные факультеты специализированные и какие-то группы меж отраслевые то есть мы же мы же видим что среди религиозных сионистов очень много большинство учатся в университетах и вот лауреат Нобелевской премии по экономике ой все время выскакивает его имя Ауман 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 но сегодня сегодня надо признать что Калифорния пока еще временно она во вкладе научно-техническом несколько сильнее Израиля и я думаю мне кажется тут еще элемент перехода количества в качестве потому что в Калифорнии больше миллионов ну миллионов или порядка миллионов исследователей исследователей и так далее тут же синергетика критическая масса поэтому мою душу греет вот эта мысль что Израиль должен вырасти в большой народ и когда мы будем большим народом и большое количество хороших мозгов соединяться то мы в Талмуде проникнем может намного больше глубины в Кабале чем мы проникаем сегодня и в науках это все будет соединение как говорится переливаться из одного другое нам вовсе не обязательно плакать что вот кто-то учит чисто Талмуда кто-то там пытается соединять ну такие мысли отдаю отдаю сцену у меня личное наблюдение и вопрос в связи с этим наблюдение такое что Любович Аскереба известно что он был инженером и он учил науки сам но когда его спрашивали вот если сын или дочка хочет пойти в университет он не советовал с другой стороны мы были в Касидской синагоге в Любови в Хабаде в Нью-Йорке и Рабай его сын все сыновья учились в религиозной в хабадских школах и потом разъезжались по всему миру в хабадские шивы тем не менее у каждого из них были частные учителя по математике и музыке то есть а теперь вопрос является ли это позиция ортодоксального евреев в Израиле в Америке что только Талмуд является она принципиальной или это было связано как вот в самом начале у Бен Дуриона встречи с Хазон Иш что это вот нужно сейчас потому что полностью исчезла изучение Тора или не то что полностью но очень стало минимальным и вот это сейчас нужно поддержать это и то же самое было и в Америке что сейчас необходимо ну да но это сейчас необходимо оно постепенно выходит и может быть это не принципиальная позиция это вопрос может быть это локальная по времени позиция была такая я согласен с вами полностью Владимир что это вопрос времени но вопрос чувствования правильного чувствования времени это еще и наш вопрос и вопрос лидеров поколения потому что некоторые полагают что время уже пришло отойти от такого глубинного а другие полагают там вот сколько-то поколений счет от зарождения Израиля сколько лет одно по моему три поколения надо учить Тору а сколько лет одно поколение это расходится сегодня мы чувствуем что мы находимся на грани вот этих двух концепций и не очень понятно пришло время или нет почему мы это видим потому что религиозные сионисты которые идут как раз по пути интеграции они растворяются как сахар в воде то есть пришло время или нет может оно придет когда соблюдающих евреев например станет больше половины израиля мы довольно близки к этому времени может тогда это будет меньше опасности еврей который идет сейчас только одну секунду еврей религиозный который идет в академию он он попадает в очень агрессивную среду да и она его размывает то есть это нужны тогда и академические институты мы затронули эту тему допустим махон лев если бы махон лев превратился в университет или ариэльский университет он такой больше сионистский чем харидин конечно же но тем не менее если бы стали центры науки такие где религиозные люди для них нет опасности что их еврейская сторона будет размываться то есть если подвести в одной фразе то я чувствую что мы находимся на грани времен и сказать вот когда вот этот нужный момент по моему ощущению можно еще чуть-чуть подождать не не из желания спора а как бы ради все-таки истины не согласен с этой позицией я считаю что дело в изначальной установке вот у нас недельная глава дарование торы самый высший акт всей нашей истории глава начинается с прихода и тро и совета и тро значит и и у нас есть разные подходы среди комментаторов один подходит говорит да есть какая-то была какая-то гойская мудрость вот но потом пришла тора и все вот и и нам это больше не интересно вот другой подход да есть хохма у народов но нет тора у народов вот значит да тора показывает что и тро значит праведный человек от него можно было чего-то чего-то позаимствовать но тора это что-то особенное это что-то не пересекающиеся вот есть подход который вот рафиоэль тоже идет по этому пути что тора включает в себя все виды мудрости все виды божественной мудрости которые есть в мире вот соответственно часть этих видов мудрости она есть и и в науках и в общественной жизни там и и в музыке и так далее вот что тора она включает себя все но в чистом виде так вот когда миша говорит что вот когда станет больше таких заведений как мохонлев там или арельский университет то картина изменится не благодаря этому вот мохонлев который является калькой с ешеват университи значит выпускает специалистов в своей области при этом соблюдающих тору эти две системы знаний у них в голове не пересекаются человек может быть блестящий программист или блестящий адвокат или врач при этом соблюдает шаббат кашрут жена окунается в микву вот и он там может быть по вечерам сидит на уроке дафьоми вот но это не эти знания его научное никак не пересекаются с его торой вот и и это плохо вот когда то что он учит будет как-то интегрироваться в втору проверяться тора очищаться через тору вот тогда тора от этого приобретет я изучал чуть-чуть медицину изучал чуть-чуть философию я все это отложил в сторону погрузился в тору сейчас любые знания которые которые мне попадаются я пытаюсь перепроверить через тору вот значит это таким образом это становится частью одной картины мира а когда есть тора есть наука это обедняет тору это не как бы не не тот путь который должен быть вы подняли очень важную тему владимир что-то хочет сказать сразу много психологически очень тяжело вот так разделить оно волей-неволей интегрируется но даже это глуповатый пример когда человек учит два языка ребенок они у него раздельные в разных местах в самом деле находятся тем не менее это интегральное знание и мне кажется очень трудно разделить по крайней мере для каких-то людей они учат вместе и это у них довольно вместе может быть не сто процентов накладывается но есть очень большая область наложения этих знаний это мое ощущение чисто что владимир можно только я чувствую что арон тоже хотел сказать или я ошибся арон я скорее согласен с Эйл без погружения очень очень сложно прийти к ощущению что ну вот словно говоря понимание да ну хотя бы платоновскому понимание логоса которое является основой всех научных знаний да то есть единая некая система знаний которая является корнем корнями корневой системы всех знаний да я когда-то думал о том что в принципе можно посмотреть что что раскрытие наук и научные открытия существенные научные открытия да и раскрытия в мире торы они шли параллельно я просто вспомнил известную историю про Виленского Гаона прошу прощения чуть-чуть длинная там как Гаон ночью какую-то сложную судью и и в в синагоге да и сторож который дремал периодически просыпался и слышал что Гаон проговаривает Гемаре очень важно проговорить вот окончательный вывод суги чтобы ну не ушло то есть постижение да то есть как бы на языке Гемары да и услышал что Гаон проговаривает вот то толкование к которому он пришел ну а потом Гаон помолился ушел к себе домой в синагогу пришли более простые люди и простые люди там учат после после молитвы Гемару да то есть те которые идут на работу либо какой-то раввин занял место рассказывал им дает ему рок Гемары и дает то самое место которое Гаон учил ночью и дает именно так как дает Гаон и сторож потрясенный бежит виленскому Гаону говорит Робейну у нас в Вильне появился новый Гаон и Гаон говорит нет просто то что я раскрыл после того как я раскрыл мир это спустилось в мир будем рассказывать это про Гаона рассказывать про разных мадридцов про Гаона после того как я раскрыл мир это доступно всем это стало доступно всем я думаю что примерно так же раскрывается раскрытие Торы оно становится доступным в том числе и в советских и в науках то есть можно провести параллели то есть великие географические открытия карты мира и Кабала Ари условно говоря раскрытие нового мира то есть они примерно в одно время попадают то есть Кабала Рама и Кабала Ари или Хаседут но это более известные параллели первая великая техническая революция ну вот когда машины паровые двигатели все прочее да то есть как бы ну нужно просто тоже поработать с этим ну просто параллелизм раскрытие Торы и научных достижений то есть я думаю что там ждет много великих открытий я хотел бы сказать несколько слов о Воложинской и Шиве действительно сейчас есть этот зум и так далее это не далее только вам придется относительно коротко говорить да да Миша я скажу короче если вы не будете встревать это точно ну ладно значит есть ряд крупных ученых которые большие в Торе например Давид Кашдан который учит Тору полвека и он лауреат нескольких премий по математике и есть еще целый ряд таких людей их можно соединить и с ними можно побеседовать и попытаться реализовать эту затею миссию 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 я достаточно шефский миша караиванов там рафьяша беленький все люди с хорошим академическим образованием вот ну сидят вечером учат дофьемы вот значит я как-то присутствовал на этих уроках вот к сожалению никакого пересечения вот и когда-то вот Давид Каждан делал уроки по сэфорьёв по вообще по наху вот но он берет классических комментаторов и и хорошо глубоко их прорабатывает вот но никакой параллели с научными вещами вот не услышал вот то есть есть все-таки разница мне кажется стратегически подхода рафа гирша тараем дэрэхэрэц то есть вот тебе тара вот тебе дэрэхэрэц вот вот наука относится к категории дэрэхэрэц вот а вот тебе тара вот а тара она вот вот а есть подход все-таки про искры святости которые есть во всем вот и надо уметь их распознавать очищать от клепы и присоединять к источнику вот и тогда понятие тара станет шире она будет покрывать все виды знаний ну чисто я имел ввиду что можно обсудить вот именно эту тему с давидом кашданом с профессором ауманным еще несколькими людьми может быть возможно проложить эту тему он дал академические уроки для тех кто хотел слышать академические уроки я имею ввиду кашдан и есть еще ряд крупных ученых вот с ними можно попробовать поговорить на эту тему крупных ученых которые глубоко не идут и далее если бы вы были в состоянии организовать группу для зума хотя бы для одной встречи для начала это было бы прекрасно потому что вы этих людей я думаю знаете непосредственно неплохо было бы просто здорово если бы вдруг вы захотели я к сожалению совершенно не организатор кому стоит обратиться это к Илье Боркину с этой темой может быть что-то получит тогда вопрос кто к нему может обратиться с этой темой вы можете обратиться я нет я сразу он очень открытый человек он навязывать темы абсолютно невозможно по моему опыту может быть одно из направлений это переводы раба Исаакса извиняюсь за назойливость на русский язык и попробовать действительно у меня ощущение такое прочтение его книг что его Тора и научные его знания просто вместе они неразделимы можно мне пару слов разрешите конечно 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 мне кажется что процесс на самом деле процесс диалога между Торой и наукой есть одна замечательная книга которая вышла в свет на русском языке с помощью Гидалия Стаминадея это книга наука в свете Торы написанная ученым профессором и одновременно раввином аби иудалей к сожалению он не так давно ушел из жизни эта книга есть на русском языке он работал в Махон Лев много времени и вел там целые научные направления а может быть какое-то время был даже ректором я сейчас точности не помню Гидалия лучше знает он я тоже с ним был знаком немножко мы с ним вместе молились в одной синагоге а Гидалия переводил его книгу а это это одно из таких произведений где на самом деле и угол зрения наука в свете Торы и там разбирается не только математика там разбирается очень много и физика и биология и экономика то есть все отрасли может быть все те семь ветвей которых Эли сегодня нам напомнил значит они там есть присутствуют это один из примеров на самом деле тенденция такая есть что на самом деле мне кажется может по-настоящему объединить это и мы сами вот в нашем скромном коллективе тем не менее мы можем какие-то проблемы обсуждать хорошо если удастся привлечь кого-то еще я могу поговорить с мы с ним сотрудничаем по ряду вещей но он на самом деле человек очень даже перегруженный своими собственными проектами и при всей его благожелательности конечно время вряд ли он сможет уделить этой теме а мы вот сегодня вышли на нее благодаря уроку Южа Шварцева вот что может объединить допустим один вопрос я предложу размышлению а мы можем о нем потом поговорить каковы цели на самом деле объединить людей могут только цели а все остальные наши сиюминутные материальные заботы и даже духовные они разъединены а вот цели для будущего они могут быть объединяющей части вот я задам вопрос себе в том числе а каковы цели изучения Торы и параллельно каковы цели научных исследований вот если мы задумываемся о целях тех и других может быть удастся найти что-то общее есть еще одна вещь которая может быть общей это методология у науки своя сложившая методология классическая даже у Торы своя методология может быть и здесь удастся что-то общее но в центре и того и другого стоит который сегодня нет это наука о человеке наука о нас самих и вот это третье что может объединить сегодня есть разные фрагменты один из примеров действительно реального продвижения этой науки является институт психосоматики который организовал наш уважаемый Элит Альберг это на самом деле наука о человеке который имеет практические приложения даже там впереди как мне кажется но она разумеет и это это изучение вот три точки реального сближения этих двух сфер Торы и науки еще раз цели изучения того и того методологии которые могут быть в чем-то разными но в чем-то пересекаются наверняка и ценно именно в том в чем они пересекаются естественно человек это мы сами мы являемся субъектами и изучение Торы я говорю о присутствии и так или иначе изучение естественных наук вот это то о чем нам стоит подумать и поговорить я уверен что каждый из нас со своим уникальным опытом а уникальным своим образованием и своей уникальной личностью может внести что-то и таким образом у нас может произойти интеграция и синтез спасибо за внимание и пара слов еще о Рави Леви он был крупным ученым в области лазеров и возглавлял факультет лазеров и благодаря написал первый учебник по лазерам на игрике и второй в мире и благодаря нему развилось вообще это направление израиля по лазерам но кроме того он был большим рамом получил смех у больших рамов и он возглавлял ассоциацию ученых Харыгин то есть существует такая ассоциация вот в нее надо видимо в первую очередь обратиться и с этим наверное надо обратиться в первую очередь да да спасибо Гидалия вы его хорошо знали а есть еще один очень серьезный ученый который тоже работал в Лев это Яков Фридман с которым мне пришлось несколько раз побеседовать в последнее время у него оригинальный совершенно самостоятельный подход к современной физике который мы знаем сегодня очень много больше проблем чем чем решений вот и и он человек который регулярно ходит в синагогу вот недалеко вот и верующий такой ну хабадник еще к тому же вот тоже очень интересный человек у которого просто внутри него органично сочетается вот его традиция еврейская и и серьезное продвижение оригинальное продвижение в современной физике но он человек очень занятый я пытался его привлечь к этому проекту он очень благожелательно отозвался но я почувствовал что дополнительного ресурса времени на другие дела параллельно тем он уже занимается его нет и так с большинством людей вот вот наш уважаемый элли чрезвычайно занятый то есть вы себе не можете представить насколько и вот то что он с нами проводит столько времени и своего бюджета для меня это просто подарок и удивление большое и вот так со всеми глубокими серьезными исследователями которые выбрали себе какую-то область реальную работы а вместе с тем привержены нашей традиции глубоко это как правило очень занятые люди а мы вот тут у нас невероятный подарок какой-то с небес что мы тут встречаемся и свободно обсуждаем важнейшие темы которые сегодня для всего человечества важны для еврейства вы знаете Илья очень здорово вы сказали очень коротко если известно что хорошие люди чем-то заняты иногда помогает погрузиться немножечко в то чем они да заняты чем они увлечены тогда можно найти смычку и часть их положительной энергии как говорится таким образом приобрести поможая не знаю как им чем-то в том чем они основную цель составляют Миш у нас достаточно энергии и я еще раз повторяю у нас совершенно уникальные вот эти вот собрания слава богу что эта традиция есть дай бог чтобы она сохранилась если мы можем это время построить как-то еще оптимальнее использовать ресурс мы тоже можем продвигаться вот а эти люди может быть заинтересуются тем к чему нам удастся прийти владимир владимир по моему руку мне кажется вот отвечая на вопрос о целях и методологии по крайней мере для меня главные цели совпадают это познание окружающего мира это цели науки тоже это она ничем не отличается и сейчас биология и психология например или физика и психология это разные науки даже разные разделы математики одни ученые которые по топологии не понимают что делают по теории игр и не понимают языка даже удивительно что те которые погружены в талмуд не очень понимают и наоборот не очень понимают физико-элементарных частиц тут нет ничего удивительного но и те и другие преследуют одну и ту же цель познание мира и самые высокие ученые которые видят эту цель они тоже они просто исследование что вот на этой странице талмуда или как Володя можно вопрос простите что я вас перебиваю прямо на этом месте да скажите а для чего познание мира тут цель для чего познание мира мне кажется что этот вопрос не существует а для меня а для меня он с раннего детства вот прямо с рождения и даже с какого-то там месяца внутриутробного человек познает мир это он не осознает этого и в какой-то момент он хочет задать вопрос но мне кажется что можно этот вопрос что-то зависло я не слышу вас да у Владимира видно интернет я воспользуюсь тем что перерыв и задам вам вот такой следующий вопрос ну хорошо действительно человек так устроен что он от рода сейчас можно я закончить да вот вот у нас как бы такой диалог но мне хочется чтобы сократиться значит да рождающийся человек появляющийся на свет в нем это заложено познание теперь а насчет познания мира смотрите это познание внешнего я подчеркиваю слово внешнего а ведь есть еще познание чего-то что вне мира да да и и то к чему маленький человек если он еще ничего не слышал от взрослых он не приходит его действительно интересуют все внешние вещи но есть третье направление познания я закончу на это это познание самого себя и кто-то из древних сказал что познавая себя ты познаешь мир я сейчас не помню то есть грехов то есть китайцев кто-то кто-то об этом сказал смотрите есть три вектора познания познание внешнего мира познание того что стоит за внешним миром да мир олам нейлам за ним что-то скрывается и познание самих себя в которых соединяется и то и другое потому что в человеке есть и олам и нейлам поэтому познание мира дорогой мой это еще не все и вот цели можно сказать так а можно и не разделять это все когда я говорю о целях я говорю как бы соединить цели всех этих трех векторов познания вот Илья только две фразы буквально как я это чувствую Всевышний растит своего ребенка это каждого из нас в отдельности еврейский народ вместе да да но социум дайте мне но социум сильно мешает дайте мне фразу сказать да пожалуйста и чтобы вырастить этого ребенка надо его обучить всем аспектам и Всевышний хочет вырастить кого-то кто сможет с ним ближе разговаривать кто будет ему ближе он каждый родитель хочет растить ребенка чтобы ну чтобы он его понимал был его собеседником был его преемником и даже расширял в чем-то то что он хочет сделать в двух словах Миша вы конечно правы в постановку да я уверен что я и согласен с вами что Всевышний хочет этого а вот помогает ему родители если в нас будет это ощущение то это мы ему поможем да вот да тут я с вами согласен есть одна вещь что познание материального мира как такового это одна из тайн творца мы не можем не можем прийти понять для чего и как это почему человеку дано развивать науки познавать материальный мир как таковой к чему это приведет куда мы идем это одна из тайн творца которая в будущем наверное откроется она может быть уже открывается можно тут прозвучало что цели и цели и методология значит во-первых надо понимать главную проблему что может быть и цели у нас и похожи у тора и науки но методология а именно доказательная база у нас отличаются то есть это два разных способа познания мира способ эмпирический и способ опирающийся на правильное понимание пророчества то что Бог дал нам пророчески это раз два может быть вот как бы алла верды тому что сказал Илья значит что у нас общее это латакэн олам то есть довести и латакэн и текуна цми то есть довести себя до совершенства вот но в алла есть замечательная фраза латакэн олам бамалхут шадай вот если просто взять латакэн олам то это у нас очень похоже наука ставит целью довести мир до совершенства чистая наука и и мы как верующие люди видим в этом свою первостепенную задачу латакэн олам вот но у нас латакэн олам бамалхут шадай под властью бога то есть у нас есть исправление мира определенными инструментами вот как соединить две эти вещи чтобы наука тоже понимала где есть границы границы где это исправление идет на пользу идет как служение богу а где это ради удовлетворения эгоизма людей чтобы то есть поиск более удобных условий жизни вы совершенно правы и тут вы как раз говорите о синтезе целей об интегральной правильности с вами согласен спасибо в чем будет завершенность мира к чему он придет мы этого не знаем это это зависит от нас в какой-то мере от всех от людей зависит и двигаться надо двигаться 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 направить шаги человека илья очень здорово заметил что уэли есть зародыш и начало этого этот институт это здорово зародыш есть у всех всем здоровья шаббат шалом всем здоровья шаббат шалом спасибо 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 всем